Порой внешние факторы очень сильно влияют на наше самочувствие, в первую очередь моральное. А вы замечали, что иногда внутренние переживания сказываются на нашем физическом состоянии. Это простое стечение обстоятельств, самовнушение или психосоматика. Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами. В студии Елена Доронина. Здравствуйте! Правда ли, что все болезни от нервов? И неужели действительно можно вылечиться от всего силы мысли? О чем могут говорить боли в спине, аллергия, гипертония и другие заболевания? Сегодня на наши многочисленные вопросы ответит психолог Ольга Щирик. Ольга, здравствуйте! Добрый день! Ольга, ну давайте начнем все-таки с того, что же такое психосоматика и как это работает? На мой взгляд, психосоматика — это такая методология или даже философия, когда мы говорим о том, что тело и психика связаны непосредственно. И то, что происходит в психике, сразу же отражается на наших телесных ощущениях и на том, что происходит в теле. И, соответственно, когда мы работаем с психикой, то мы можем улучшить состояние организма. Не то же ли это самое, что и самовнушение? То есть когда мы себе что-то надумали и заметили, как это отражается на нашем теле и наоборот? Действительно есть в этом момент самовнушение, когда люди сами себе придумывают какую-то болезнь или какое-то ощущение внушают, или же это ощущение может быть со стороны. На самом деле может быть и то, и другое. Или может быть какая-то ситуация, где человек не может отреагировать адекватно и зависает в этом конфликте. И тогда, получается, мы говорим о психосоматике. Смотрите, часто говорят о том, что все болезни от нервов. Действительно ли это так, или это всё-таки миф, рождённый, небылица такая? На мой взгляд, действительно все болезни от нервов в той или иной степени. И даже если мы говорим про какие-то травмы или переломы, то обязательно мы там найдём ситуацию, где человек, например, сам себя бесценил, где предварительно его костная, допустим, костная ткань, она обессилела. Ну, не обессилела, а немножко ослабла. И тогда, получается, необходимо какое-то маленькое усилие, чтобы получить перелом. И мы в данном случае тоже говорили бы о психосоматике. Оля, а можно, пожалуйста, поподробнее, как вообще может быть взаимосвязана нервная ситуация и нервное истощение и перелом? Потому что на первый взгляд, кажется, вещи вообще абсолютно несовместимые. Давайте приведу пример. Есть, допустим, ситуация, когда пожилые люди ломают шейку бедра. И это очень драматичная ситуация. И мы бы там находили такой конфликт, когда пожилой человек не чувствует себя достойным членом общества. Они чувствуют, что у него есть силы для того, чтобы помогать своей семье. И в какой-то момент случается малейшее неосторожное движение, и он ломает шейку бедра. И это не потому, что у него возраст, не потому, что старость, не потому, что происходят какие-то дегенеративные изменения в тканях именно по причине возраста, а потому, что он слишком много думает об этой ситуации. И происходят вот эти изменения в костной ткани. В это можно верить, можно не верить. Но на самом деле мы всегда находим этот конфликт. Ну это вот одна из таких причин. И я думаю, вообще, в принципе, многие страхи людей, психологические проблемы, комплексы находят отражение на внутреннем мире. А бывает такое, что какие-то страхи отражаются на нашем теле, не позволяют нам двигаться вперёд, вот именно с точки зрения отражения физическом? Конечно. Например, в большинстве кожных заболеваний, там, псориазм, нейродермит, экзема, это про то, что я не могу должным образом отреагировать. И мне хочется отделиться от людей, отделиться от этой ситуации. И тогда реагирует кожа. Обычно мы говорим о том, что человек не может выразить свои эмоции или сказать кому-то «нет». Например, очень часто бывает связка мамы и ребёнка или уже взрослого человека со своими родителями, когда ему сложно сказать «им нет» или сложно высказать своё мнение. И тогда единственный способ — это реакция кожи отделиться с помощью кожи. Шелушение, мукнущие вот эти различные проявления. И таким образом его тело пытается решить эту ситуацию. И тогда мы говорим «решите психологическую проблему, и состояние вашего организма и вашей кожи значительно улучшится». Ну и я думаю, как раз-таки психосоматика интересна именно с этой стороны, когда какие-то наши внутренние переживания, внутренние конфликты отражаются на теле. Поэтому давайте поподробнее разберём некоторые заболевания. Вот, например, о чём могут свидетельствовать заболевания сердечно-сосудистой системы, потому что они одни из лидирующих вообще, в принципе, по заболеваемости в нашей стране. Ну, давайте возьмём, например, гипертонию. Когда человек находится в постоянном напряжении, и ему очень сложно выплеснуть свои эмоции на рожу. То есть обычно это люди, которые держат всё в себе. Мы говорим о пожилых людях, и обычно они не проявляют эмоции, не агрессируют там, где они могли бы просто высказать своё мнение. И в итоге они всё напряжение забирают как бы вовнутрь, и происходит вот этот спазм сосудов, и получается всплеск давления. Или ещё одна ситуация, когда мы можем получить гипертонию, это проблема с почками. Проблемы с почками могут говорить о том, что я чувствую себя рыбкой, выкинутой на берег. Я не чувствую себя в безопасности. И это тоже может провоцировать скачок давления. То есть не всегда сердечно-сосудистые болезни о сердце и о каких-то системе кровообращения. Иногда это о почках и о безопасности, когда человек не чувствует себя в безопасности. То есть это, возможно, и отёчность, да? Когда организм немножко переживает, боится за своё будущее и накапливает, вот аккумулирует энергию, воду в частности, которая нужна для жизни. Да, когда речь идёт об отёчности, там всегда не закрыта тема безопасности. Человек очень переживает. Ещё этот синдром называется синдром беженца. И очень часто он возникает у людей, которые переехали в новую местность, или в новое место жительства. И там мы имеем вот эту отёчность, которая, к сожалению, ухудшает течение других заболеваний. Может быть, разберём ещё заболевания дыхательной системы, то есть там, например, астма, аллергия, которая выливается как раз-таки вот в отёчности, проблемы с дыханием. Мы в нашей психосоматике, в психосоматическом подходе за то, что всё биологично. И наше тело действует как защитная, как выполняет свою защитную функцию. И если речь идёт об аллергии, то там ситуация такая, когда-то с вами случилась неприятная ситуация. Она была очень неожиданная, драматичная, и вы могли пережить её изолированно, то есть не могли ни с кем поделиться. И, соответственно, с этим ваш организм запомнил всё, что вас окружало в тот момент. И как только он видит хоть какое-то проявление опасности, которое было связано с той ситуацией, он может включать соответствующие механизмы. Например, слёзы, например, отёчность носа, например, будет болеть горло. То есть аллергия – это про то, что ваш организм считает, что вам небезопасно. И вот этот тумблер, его можно переключать. То есть сказать о том, решить ту первую ситуацию, и сказать о том, что она закончилась, и вам теперь будет хорошо. Если мы говорим про проблемы с дыханием, например, то, что было недавно в связи с самоизоляцией, то тут бы мы говорили о чём? О том, что дыхание нам необходимо, чтобы дышать, чтобы жить. И все проблемы с лёгкими, они связаны со страхом смерти. И если человек очень боится за свою жизнь, переживает, что он может умереть, что кто-то может умереть из его близких, то, скорее всего, будет реагировать лёгочная система. И тут опять вопрос к тому, спокойно или неспокойно я отношусь к тому, что происходит вовне, насколько меня это касается. И тут опять мы возвращаемся к нашей психологической работе со страхами. А вы скажите, как раз-таки в условиях пандемии есть люди, которые и пользуются перчатками, антисептиками, масками, и вообще стараются никуда не выходить из дома, и всё равно где-то умудряются подхватить. У меня таких знакомых нет, но я предполагаю, что такое может быть. А есть люди, которые, наоборот, достаточно спокойно относятся, соблюдают меры безопасности, но не фанатично. Здесь тоже как раз-таки может играть роль психосоматика? Конечно, всё зависит от того, как вы к этому относитесь. Допустим, представьте такую ситуацию. Идёт вирус гриппа. Вот осенью, зимой очень часто нам говорят, инфекция, вирус гриппа, тоже какая-то эпидемия. И что происходит? Почему кто-то заражается, а кто-то не заражается? Это ведь очень интересно, ведь вирус повсюду кажется, как будто бы. Но у кого-то хватает сил, а у кого-то не хватает сил. И мы говорим о том, о чём вы спрашивали вначале. Есть определённые внушения. Если человек боится, то, скорее всего, он на это отреагирует. Или большая вероятность того, что он получит вот эту картину. Я боюсь, 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 боюсь инфекции. И мой организм скажет, ну, раз боишься, получи и распишись, пожалуйста. Поэтому очень важно не бояться. Очень важно убирать эти страхи. Потому что на самом деле есть такая штука, как в психологии, которая называется страх страха. Когда вроде бы ничего нет, вроде бы тебе ничего не угрожает, нет никакой опасности рядом с тобой, но человек всё равно боится. И вот эту ситуацию необходимо решать. Это вот, наверное, из категории, когда вроде всё так хорошо, и люди начинают думать, какой-то в этом здесь подвох, да? Да, да, да. И опять же, это про мнительность, это про самовнушение. Ну, это тоже проблемы, которые нужно решать как раз-таки с психологом, верно? Да, да, конечно. Ольга, давайте ещё тогда тоже разберём несколько примеров. Потому что я, когда готовилась к этому интервью, тоже очень много почиталась и очень много узнала. И вот часто говорят о том, что, например, боли в спине, в позвоночнике могут свидетельствовать о том, что люди испытывают чувство вины. Давайте так, боли в позвоночнике. Что происходит, когда человек получает боль в позвоночнике? Первое, что он делает, он идёт и делает МРТ. К счастью, у нас сейчас очень хорошая диагностическая медицина. И на снимке могут быть видны какие-то проблемы. Например, протрузии, что-то с дисками не в порядке. И человек думает, ну вот у меня вот это есть, значит, оно даёт мне причину. На самом деле, когда мы работаем с людьми, у которых есть боли в позвоночнике, очень часто мы замечаем, что там есть процесс напряжения паравертебральных мышц. То есть тех мышц, которые держат позвоночник. И когда мы прорабатываем ситуацию, например, недавно у меня были клиенты с хроническими болями в крестовом отделе. И мы проработали с ними ситуацию, когда он сам себя обесценивает. И ему было страшно ещё, когда он был в утробе у мамы. И это был её страх за переживание за роды, переживание за беременность. И когда мы его проработали, он сказал, я не верю, я принимал таблетки 2 года, я делал операцию, но сейчас у меня ничего не болит. То есть это волшебство, когда просто ваш мозг специально для вас, чтобы вас уберечь, держит вот это напряжение. Когда мы его снимаем, мышцы расслабляются, и спина перестаёт болеть. Опять же, в это можно верить, в это можно не верить. А можно проверить. Я же правильно понимаю, что, в принципе, любые симптомы, которые проявляются у человека, они могут свидетельствовать о наличии психологических проблем. И вот очень часто бывает, ребёнок плачет, его что-то беспокоит, но родитель не может понять этого. Вот мне кажется, как раз-таки психосоматика — это хорошая возможность понять, что же ребёнку не хватает именно как личности уже, потому что всё-таки маленькие дети, хоть они сознательные, но уже как бы люди. А вот о чём могут говорить, например, жажда чрезмерная, когда ребёнок постоянно пьёт, или расстройство кишечника, или просто ребёнок долго не начинает говорить? Вот такие вот давайте разберём тоже вещи. Хорошо. Есть такой раздел, как детская психосоматика. И мы в детской психосоматике говорим о чём? Мы говорим о том, что примерно до 4 лет ребёнок очень сильно зависит от состояния матери. И он считывает с неё, безопасно ему или небезопасно. И все проблемы с детьми мы решаем с мамами. Практически всегда мы решаем с мамами. То есть мы берём маму и работаем с ней. И насколько мама готова транслировать ребёнку то, что ему хорошо, ему спокойно, мир комфортен, в мире ничего нет опасного для него, настолько ребёнок спокоен. Потому что иногда мамы не могут выражать эмоции. Мамам очень сложно себя как-то проявлять. И реагируют на это дети. То есть дети, они считывают не то, что у мамы проблемы, а то, что небезопасно. И у них начинается, соответственно, расстройство у желудка, или у них начинается аллергия, или у них начинается ещё что-то. Просто вот приведу пример. У ребёнка была аллергия на женское молоко, на мамино грудное молоко. И когда мы разбирали эту ситуацию, оказалось, что мама отказалась от препаратов, от продуктов, но не отказалась от кофе. И это было очень интересно, когда я ей показываю два стаканчика и говорю, «Вот смотри, что я могу вытащить из молока, чтобы ты, как ребёночек, тебе было приятно это молочко». Он говорит, «Да, там что-то есть». И я задаю маме вопрос, «Что ты там принимала?» И она говорит, «Я пила кофе». И я вот так вот разделяю, вот смотри, из молочка вытаскиваю кофе, какое теперь тебе молочко?» И она говорит, «Молочко вкусное, а кофе невкусный». Понимаете? То есть дети, они не отслеживают наши взрослые конфликты, но они очень чётко реагируют, мама спокойна или мама тревожна, мама в безопасности или не в безопасности. То есть они считываются это. То есть я понимаю, как раз-таки у родителей может не быть никаких проявлений физических, но дети как раз-таки начинают всё на себя как будто это впитывать. Да, да, да. А вот скажите, здесь как раз-таки тоже нужно работать именно мама-ребёнок или всё-таки можно вот только с родителем провести какую-то терапию? До четырёх лет спокойно можно проводить с родителем. Вот вы задавали тему про то, когда дети не говорят своевременно, не начинают говорить. И в этой ситуации зачастую мы находим момент, когда маме очень хочется, чтобы ребёнок подольше был маленьким, чтобы он подольше был вот её крошечкой. Иногда ребёнок бывает зачастую самым близким человеком для мамы, для женщины, когда она не имеет поддержки вовне. И получается, своим состоянием она держит ребёночка в этом моменте, она сдерживает его речь. И когда мы с мамой это проговариваем, когда мы с мамой это решаем психотерапевтическими, какими-то психологическими методами, то ребёнок начинает разговаривать. Если вот так вот, наверное, люди послушают наш разговор, подумают о том, что с помощью психолога можно решить вообще абсолютно любой вопрос. Но вот, как мне кажется, всё равно необходима комплексная терапия, то есть лечить не только психологические проблемы, обращаться за психотерапией, но и в том числе обращаться к профильным специалистам. Вот что вы на этот счёт скажете? Конечно. Давайте так. Когда мы решаем психологические причины, тогда телу нет необходимости решать их биологически. И если телу хватает ресурса, он сам себя восстанавливает. Если телу не хватает ресурса, нам, конечно, нужна помощь медицины. И мы от неё никогда не отказываемся. Мы не говорим о том, что не ходите к врачам, забудьте к ним дорогу. Мы говорим о том, что мы всегда должны работать вместе. И в частности, когда речь идёт о каких-то тяжёлых заболеваниях, например, об онкологии, мы говорим о том, что психологическая поддержка всегда улучшает состояние организма. И когда человек настроен позитивно, когда человек не испытывает вот этих внутренних переживаний, он легче идёт на излечение. Мы говорим только об этом. Да, состояние организма улучшается, и это приятный-приятный бонус. Но от врачебной помощи мы отказаться не можем. Ну, недаром, наверное, говорят, что в здоровом теле здоровый дух. И вот наша беседа как раз-таки, я думаю, это как нельзя лучше подтверждает. А что вы можете сказать по поводу фразы «Моё тело — храм» очень популярно вот среди различных блогеров, особенно в Инстаграме, вообще в социальных сетях? Я считаю, что это действительно так. И основная задача современного человека — это научиться слушать своё тело, научиться слушать себя и быть собой. Потому что мы очень часто сидим в голове. Нам говорят «Больше думай», «Больше анализируй», «Больше строй каких-то планов», «Достигай». Но при этом мы очень часто отрываемся от наших ощущений и забываем, и наступаем сами себе на мозоли или на горло. И получается такой диссонанс. Например, я что-то не хочу делать, но надо. И получается, что моё тело реагирует и сопротивляется этому. Буквально недавно у нас был эфир с одной женщиной, и она говорила о том, что я не хотела делать определённую работу, не хотела идти на мероприятие, я просто подвернула ногу. И я не пошла на это мероприятие. Но отказаться самостоятельно я не могла. И вот эта подвернутая нога была очень хорошим оправданием тому, что я не пошла на это мероприятие. И вот таким образом наше тело нам помогает. Вот смотрите, вы привели пример. То есть здесь женщина, она сознательно не хотела идти и просто не могла так прямо, допустим, сказать. А бывают же ситуации, когда люди действительно сами не понимают, чего хотят. И вот может ли здесь тело подавать сигналы о том, что так надо делать, так сделать не надо? Безусловно. Ко мне иногда приходят люди, которым я задаю вопрос. Например, женщине, что у тебя с мочеполовой системой, как у тебя с женскими органами. Она говорит, у меня всё прекрасно, у меня их 5 лет нет. И тогда возникает вопрос, зачем тебе решать свои проблемы какими-то частями тела. там лишаться желчного пузыря, лишаться матки и всё такое. Зачем тебе так решать? Неужели тебе сложно прислушаться к тому, что ты хочешь или не хочешь? К сожалению, бывает вот так. Но я так полагаю, там и какие-то переломы также могут свидетельствовать о том, что человек идёт на правильном пути или нет. Да, да. Легче иногда, легче человеку пострадать, чем решить свою какую-то психологическую проблему. К сожалению, это так. Ольга, ну вот какой совет вы бы дали человеку, который, допустим, сейчас нас смотрит и думает о том, что вот, наверное, у меня там проблемы как раз-таки с сердцем, по такой-то причине. Нужно идти к психологу или всё-таки нужно идти к профильному специалисту или как-то совместить приёмы? То есть вот инструкция к действию, когда человек понял, что в основе его заболевания, реально физического, которое он ощущает, лежат какие-то комплексы и проблемы психологического рода. Давайте так. Самое первое, что бы я рекомендовала, это прислушаться к себе и задать себе вопрос, нет ли какой-то мысли, которая у нас, у человека в голове крутится, крутится как пластинка. Когда у нас что-то вот такое вот есть, это сигнал о том, что в моём теле именно сейчас что-то модифицируется, подстраивается под ту проблему, которую я не могу решить. И, соответственно, если человек переживает и долго себя накручивает, мы ещё называем это принудительным мышлением, когда человек ни днём, ни ночью не может расслабиться, вот тогда стоит идти к психологу. Если нет возможности идти к психологу, просто расскажите кому-то рядом или просто расскажите самому себе. Потому что иногда то, что мы слышим в голове и то, что мы слышим на самом деле, вот если я говорю голосом, это абсолютно разные вещи. И иногда люди проговаривают их вслух и говорят, ну это какая-то ерунда. Мне казалось, что это очень важно и очень серьёзно. Но когда я проговорил это вслух, это теряет какую-то значимость. Поэтому необходимо разговаривать, необходимо коммуницировать и необходимо не замыкаться в себе. И второй момент — это научиться прислушиваться к своему телу. Говорить «нет», когда вы не хотите, и говорить «да», когда вы хотите. Для многих это такая задача суперневыполнимая. Но на самом деле, если вы хотите быть здоровы и счастливы, вам придётся себя слушать. Вам придётся слушать своё тело. То есть если следовать этим рекомендациям, можно, в принципе, всегда быть здоровым? Получается так? Конечно. То есть, в принципе, можно даже самому, если немножко глубже копнуть, главное, наверное, не уходить с головой, можно понять, что откуда идёт, что зачем следует. В текущем моменте можно. Но бывают такие ситуации, когда самотерапия не работает. Почему? Потому что бывают какие-то болезненные, травматичные моменты, и наша психика просто не позволит нам самим с собой разобраться. То есть для этого нужен человек со стороны, который бы мог нас провести и дать нам возможность что-то переписать и ввести какую-то эволюцию в нашей стратегии реагирования. Ольга, наше время, к сожалению, уже подходит к концу. Я вам благодарна за такие интересные ответы. Надеюсь, зрители много подчеркнут для себя интересного. Взаимно. Спасибо большое за приглашение. Всего-сего доброго. До свидания. Верить в психосоматику или нет, решать вам. Но лично я убеждена, что нужно беречь свои нервы и заботиться о внутренней гармонии. На сегодня всё. С вами была Елена Дарунина. Всего доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...